Теперь настало время программы «Детали дня». Я передаю слово ее ведущей Елене Шумиловой. Елена. Спасибо. В КОМИ заняло 61 место среди российских регионов в рейтинге исполнения программ капитального ремонта многоквартирных домов. Учитывался и ход исполнения программы, и эффективность использования взносов граждан. В основу анализа легли данные интернет-портала реформа ЖКХ. О том, что и где удалось отремонтировать, и какие объекты войдут в краткосрочный план на 2017 год, обсудим сегодня в программе «Детали дня». Мы выходим в прямом эфире. Сегодня мы будем говорить о капитальном ремонте многоквартирных домов. В 2016 году в республике планировали привести в порядок 169 зданий, однако привели в порядок всего лишь 61. Освоить не успели весь объем, потому в программу капремонта на 2017-й включили более 200 зданий. Виды работ на них разные, конечно, от электрики до фундаментов, и износ тоже различный. Репортаж Евгения Ершова. Репортаж Евгения Ершова. Репортаж Евгения Ершова. Вон, видите, вот так, вот, видите, что-то у нас. Вот сейчас ушло немножко. Сейчас вот вот сюда, тут опять все вот так будет. Этот дом построен в 1963 году. Ну а последний капитальный ремонт здесь был произведен в 1973-м. Само здание уже давно покосилось. Фундамент рассыпается на глаза. Даже подъезды этой деревяшки в таком состоянии, что доходило до серьезных травм, говорят жильцы. Я уже сломала спину здесь 4 года назад. По словам жильцов, до 2017-го года их вообще обещали расселить. Но каково было их удивление, когда они узнали, что в 2014-м эти дома включили в программу капитального ремонта. То есть ни о каком переселении речи не идет. Квитанцы пришли в марте месяце, что мы должны платить за капремонт. Суммы такие 3-4 тысячи в зависимости от метража квартиры. Нас что удивило, что квитанцы мы должны платить с октября 2014 года дом поставлен на капремонт. Нам ничего не говорили вообще. Мы думали, мы ждали, когда нам придет бумага, что нас переселяют. А вдруг опять дом на капремонт ставят. Для нас это вот это было удивительно. Многие жильцы даже прекратили делать ремонт в своих квартирах, узнав о скором переселении. Вот только поспешили. Там вообще даже квитанство какая-то непонятная написано. Май, по-моему, март, апрель, июнь. Да, да, да. Да, вот это вот. Это было без фамилии. Номер квартиры, дом, а фамилии не было. Тоже непонятно. Звонила на телефон тот, телефон вообще выключен, даже как будто бы его не существует. И как бы, не знаю, хотела по адресу вот еще сходить, ну как бы время у меня. Они не объясняют. Они, вот я ходила, они не объясняют толком. Да не то, что это было это. Куда деньги-то уходят. Дали вот распечатку, вот смотрите эту распечатку. Вот она, та самая распечатка. Из бумаги следует, что только в 2020-м начнется ремонт чуть ли не самой важной части дома, фундамента. Вот только простоит ли строение еще 3-4 года? Этот вопрос не дает спокойно спать жильцам деревяшки. Уважаемые телезрители, напоминаю, мы работаем в прямом эфире. Вы уже сейчас можете дозваниваться на телефон нашей студии 46 90 60, задавайте свои вопросы. Ну а я хочу представить гостей нашей студии. Руководители регионального центра ЖКХ «Контроль», члены общественной палаты Коми Дарья Шучалина и заместители генерального директора регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Артема Шишкова. Здравствуйте. Вы только что видели сюжет. Скажите, пожалуйста, а как так получается у нас в республике, что дома, которые уже фактически аварийные, ну я не буду их назвать аварийными, так как документов нет, с износом около 70% попадают в списки на капитальный ремонт? Ну именно так и получается, что в соответствии с жилищным кодексом в региональной программе капитального ремонта не включаются многоквартирные дома, которые признаны аварийными в установленном законном порядке. То есть имеется акт заключения межведомственной комиссии и орган местного самоправления на основании этих документов принимает решение о признании его аварийным. Если такое решение не принято, то он однозначно должен включаться в программу капитального ремонта. Но ведь вы наверняка, Дарья, знаете о том, что включают такие дома для того, чтобы, например, не формировать муниципальный маневренный фонд, не переселять людей и впоследствии, естественно, не предоставлять новое жилье. Вы с таким сталкивались? Да, действительно, это своеобразная уловка со стороны органов местного самоправления, но важно понять, почему они это делают, потому что на сегодня нет уверенности в том, что в следующем году продлится программа переселения граждан из аварийного жилья, и мэры на сегодня понимают, если они признают дом аварийным, то завтра к ним придут органы прокуратуры и обяжут этих людей переселять. Понимания, куда переселять, на сегодня нет. Да, действительно, можно сказать о том, что и сами местные чиновники виноваты, потому что они не занимаются маневренным фондом, не ремонтируют его, не строят. Соответственно, они что делают? Они, эти дома, которые де-факто являются аварийными, но до юра таковыми не признаны, перекидывают в программу капремонтов. В надежде на то, что когда-нибудь в 2020-2030 году что-то будет понятно с переселением, и потом этот дом опять куда-нибудь перебросят. Но в итоге получается замкнутый круг, а страдают, конечно, люди. Дело в том, что мы только-только были в Санкт-Петербурге на медиафоруме, президент сказал, будет продолжена программа. Каким образом все это будет, я так думаю, что мы поговорим в ближайших выпусках. Но вот я бы еще хотела один вопрос задать, который очень важный и волнует наших телезрителей. Я могу его зачитать, в принципе, с листа, но меня он тоже коснулся. Я тоже являюсь собственником многоквартирного дома. И получила, к сожалению, квитанцию за апрель, май и июнь, но не получила за январь и февраль. А как так получилось? Региональный фонд проспал? Нет. На самом деле и в фонд капитального ремонта поступало достаточно много обращений по этому вопросу. Получилось так, что утвердили минимальные размеры взноса только в феврале месяца. И вступило данное постановление правительства республики с 1 марта 2017 года. Поэтому мы начислили взносы за первый квартал март месяц и, соответственно, второй квартал, чтобы сократить расходы на доставку и печать квитанции. Но ведь здесь, получается, отсрочка не по вине собственников. Здесь какие-то будут начисляться пени? И как с ними поступать? Никакой отсрочки нет. На эти два месяца взносы начисляться не будут. И, соответственно, пени тоже никакие начисляться не будут. Что же касается оплаты за один месяц, то собственники могут оплатить это. Если они по номеру квитанции оплачивают, то они оплачивают сразу за все 4 месяца. Но у них есть возможность оплатить по лицевому счету. Отдельно за каждый месяц. Я полагаю, что эта информация содержится на сайте вашим официальными. Там есть какие-то разъяснения? Да, на сайте все есть. На сайте все данные. Все есть. Дело в том, что сегодня в общественной палате Коми состоялся круглый стол. Как раз во время этого круглого стола обсуждался капитальный ремонт, ход этой программы. Но начать, конечно, бы хотелось еще вот как раз-таки касаемо этого круглого стола. Скажите, пожалуйста, насколько оперативно сейчас отрабатывают муниципалитеты? Насколько качественно формируются краткосрочные планы, в которые вписываются дома? Сколько нужно отремонтировать? Сколько нужно собрать? То есть кто за это отвечает? На сегодняшний день, скажем так, подход органов местного самоправления кардинально изменился к программе. Но мы пока еще пожинаем плоды прошлого года. То есть когда органы местного самоправления не так ответственно подходили к реализации программы. Более того, если совсем недавно были внесены изменения в жилищный кодекс, и органы местного самоправления обязали подписывать акты о приемке выполненных работ, согласовать эти акты. До того момента, как эта обязанность им была не вменена, они совсем странились капитального ремонта. Теперь, когда они несут солидарную ответственность с фондом, плюс учитывая то, что идет давление с республики, чтобы нам оказывали помощь, все изменилось. Первоначально включали многоквартирные дома, к сожалению, не обследовав их. Не обследовав, и попадали вот такие вот дома, которые необходимо, ну скажем так, уже признавать аварийными, а мы должны их ремонтировать. Поэтому часть этих домов перешла и в том числе на 2017 год. Сейчас решается вопрос, что с ними делать. Я думаю, если нецелесообразно проводить капитальный ремонт, то мы их ремонтировать не будем. Я могу добавить, специально сегодня, когда этот круглый стол проводила в палате, пригласила представителей администрации Сыктывкара и Сыктывдинского района, как раз для того, чтобы мы могли услышать позицию органов местного самоправления. И они ссылаются на пассивность самих жильцов, которым на сегодня даны все права для того, чтобы самостоятельно определить вид работ, сроки проведения капитального ремонта, объем средств, который необходим, потому что не обязательно ведь платить минимальный размер взноса, его максимальной планки нет. То есть на общем собрании собственников граждане могут сами определить ту сумму, которую они будут копить. Соответственно, если они хотят отремонтировать какие-то инженерные сети, подвалы, кровлю, лифты, неважно что, например, в 2018-2019 году, значит им необходимо за короткий период собрать большое количество средств. Если они понимают, что нет срочной необходимости в капитальном ремонте и достаточно того, чтобы он значился, например, в 2030 году, они могут не платить экстренно большие суммы. То есть это все в правах самих собственников. И нам сегодня представители администрации и Сыктывкара, и соседнего Сыктывдинского района говорили о том, что, к сожалению большому, у нас на сегодня сами собственники жилья проявляют, скажем так, недостаточно активности в этих вопросах. Они перекладывают это на плечи регионального оператора и органов местного самоправления, но зато когда капитальный ремонт произведен, они, грубо говоря, просыпаются и начинают говорить о том, что вот нам здесь то не нравится, мы хотели не это, почему вообще сейчас отремонтировали, мне сейчас надо было не кровлю, например, а подвал и так далее. То есть вот такие аргументы. Вот я попрошу, чтобы вы запомнили этот момент. К этому вопросу мы вернемся, а у нас есть телезритель, который дозвонился в нашу сторону. Студию 469060. Алло, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Говорите. Здравствуйте, пожалуйста, меня зовут Монталия. Я живу в доме Пульса, Рожжевики, 264. Суть вопроса в чем? Согласно постановлению правительства Российской Федерации, наш дом в третьем квартале 2017 года подлежит сносу. Однако поступают квитанции об оплате на капитальный ремонт. На сайте. Говорите, говорите, мы вас слушаем. Указано, что капитальный ремонт будет производиться в 2020 году. И это будет замена фундамента. То есть вы не согласны с видами работы, как раз таки с тем, что вас это двигает по планам на другой срок, на более дальний. Так дома уже не будет. Дом снесут в третьем квартале 2016 года, а дома уже не будет. Какой капитальный ремонт? Вопрос понятен. Огромное вам спасибо. Скажите, пожалуйста, ну вот, в принципе, и созвучно с тем сюжетом, который был, и о том, о чем мы с вами говорили. Что делать-то? Ну, во-первых, нужно уточнить, действительно ли принято решение о сносе данного квартирного дома. Если такое решение есть, то либо обратиться к органам местного самоправления, чтобы в наш адрес направили это решение, либо непосредственно нам направить данное решение, тогда мы прекратим начисление взносов. Хорошо. А если, например, взносы были начислены и счета были выставлены, каким образом это будет аннулировано? Смотрите как. Если на момент включения дома в программу, или тогда, когда собственники стали уплачивать взнос, дом был признан уже аварийным, тогда мы эти деньги им вернем. Если он был признан уже после того, как был включен в программу капремонта, то мы вернем только те средства на момент признания дома аварийным. Остальные средства пойдут на снос этого дома. То есть в любом случае, даже если люди на что-то и скидывались, выплачивали, то средства пойдут на снос? На снос либо будут возвращаться собственнику, но собственникам на тот момент неизвестно, кто будет. Если будет выкупать муниципальное образование, путем предоставления другого жилья, то, возможно, эти средства пойдут органам местного самоправления, как собственнику, но опять же на снос этого дома. Вообще я хочу тоже присоединиться к комментарию по этой ситуации. К сожалению большому, у нас сегодня не синхронизированы эти программы. И проблема, на мой взгляд, в органах местного самоправления, потому что, во-первых, они вообще не занимаются ревизией своего жилищного фонда. Для того, чтобы определять, что на сегодня с домами, в какой программе тот или иной дом. Часто бывает так, что дом вообще ни в какую программу не включен. Соответственно, эту работу необходимо проводить. Но муниципалитеты всегда ссылаются на отсутствие средств. И тут, конечно, с одной стороны их можно понять. Да, действительно, это большой объем работ. Он требует и временных затрат, и трудовых затрат, и денежных. Но, с другой стороны, было бы желание. Потому что на сегодня у нас есть муниципальное образование, где таких проблем нет. В основном, конечно, больше сложностей возникает в городах. Я могу сказать, что не проходит ни одного месяца, чтобы ко мне в Центр ЖКХ контроль не обратилась та или иная семья. Вот ровно с той же проблемой. Что, с одной стороны, есть решение о сносе, потому что дом официально признан аварийным. С другой стороны, мы значимся в программе капремонта. И приходится в индивидуальном, вручном режиме выходить на органы местного самоправления и сверять программы. Иногда бывает, что вообще эти решения приняты ошибочно. То есть, да, действительно, он стоит в программе сноса, но в капремонте он ошибочен. Иногда бывает наоборот. Вот это та работа, которую органы местного самоправления в первую очередь должны проводить сами. И уже потом правильную информацию подавать и в Минстру и Республики, и регоператору, и, соответственно, доводить ее до жильцов. Здесь еще прозвучала одна мысль, и, в принципе, я к ней хотела бы вернуться, о том, что муниципалитеты очень, можно так сказать, пассивно подходят к этой программе и фактически сваливают на регоператора ту работу, которую они должны провести. Это касается, например, домов, когда в программе стоит ремонт фундамента, а требуется ремонт кровли. Вообще, можно ли заменить очень быстро те самые виды работ, которые указаны и, можно так сказать, вынесены на сайте, запротоколированы сайтом, что вот на этом доме должно быть отремонтировать то-то. А жители просят, на самом деле, отремонтировать совершенно другие коммуникации. Это возможно? Ну, в общем-то, это довольно-таки проблематично. Для того, чтобы внести соответствующие изменения, сначала они вносятся в муниципальную программу. Потом на основании муниципальной программы при актуализации региональной вносятся уже изменения в региональную программу. Далее, фонд капитального ремонта на основании региональной программы направляет предложение собственникам. Даже если их решение было принято, мы все равно должны им направить предложение, что согласны вы на это или не согласны. В течение трех месяцев они рассматривают наши предложения. Мы должны предложение, в том числе, о стоимости работы, об источниках финансирования, о том, что они согласны проводить капитальный ремонт. Если собственники не принимают такое решение, то за них принимает муниципалитет. То есть, грубо говоря, выходим мы к ноябрю. И вопрос сразу встает, зачем и для чего это делать. В таком случае лучше проработать этот вопрос на уровне муниципального образования, принять решение о переносе срока проведения капитального ремонта того вида работ, который установлен на текущий год, и одновременно провести в следующем году два вида работ. Либо перенести этот срок, срок того вида работ, который предусмотрен на текущий год. А уже с муниципальным образованием проработать возможность включения другого вида работ на следующий год. Я вот еще могу добавить, что мы сегодня когда-то проблему обсуждали в палате, что действительно люди хотят чего-то одного, а у них уже заранее решено, что будет какой-то другой вид работы. И в частности мы касались темы лифтов. У нас на сегодня, к сожалению, в республике в достаточно большом количестве домов лифты либо уже изношены, и они вообще не имеют права функционировать, либо они на грани так называемого срока годности. И поскольку это очень затратный вид работ в рамках капремонта, сегодня прозвучало предложение от участников круглого стола о том, что быть может выйти на федеральный центр с тем, чтобы предложить некое софинансирование со стороны бюджета того или иного уровня для того, чтобы в срочном порядке можно было заменять именно лифты. Потому что на сегодня прозвучала информация от наших коллег, которые участвовали в нашем мероприятии, о том, что во многих муниципальных образованиях, безусловно, в основном мы говорим о городских округах, в домах что делают управляющие компании ТСЖ? Они просто выключают лифты для того, чтобы не возникло угрозы здоровью или жизни. И люди, соответственно, поднимаются на четвертый, на пятый, на девятый этажи. А мы ведь говорим о том, что это и ветераны, это и маломобильные категории граждан, это и мамочки с детьми, с колясками. То есть вот на сегодня это одна из важных проблем в рамках как раз того вопроса, о котором вы говорите, что можно ли что-то выполнить в первоочередном порядке. Вот это, наверное, та инициатива, с которой действительно имеет смысл нашему региону выходить на уровень Москвы. Коллеги, большое спасибо. Мы сейчас прервемся на небольшую паузу. Реклама пройдет быстро. Не переключайтесь. Пожалуйста, мы продолжим нашу беседу. Мы продолжаем наш эфир. Предлагаю взглянуть на слайды, которые мы подготовили к этому эфиру. Итак, давайте-ка все-таки вернемся к тому вопросу. Сколько же было домов отремонтировано в нашем регионе и сколько все-таки будет ремонтироваться в этом году. Итак, отремонтировано в 2014-2015 году 94 дома. Отремонтировано в 2016-м 43 дома и что-то часть перешла на этот год. Я правильно говорю? Да, 43 года по состоянию на 1 января, плюс сейчас еще 18 домов вот уже на сегодняшний день. Которые работы начали в прошлом году, закончились сейчас. И на 2017-й год у вас запланировано 206 домов? Ну, в общей сложности получается 206 с учетом переходящих домов с прошлого года. То есть этапы идут параллельно фактически? Да. У меня такой вопрос. Буквально на днях закончился первый этап, на который выходили подрядные организации, которые теперь обязаны проходить двухэтапный, я так понимаю, конкурсный отбор. И у нас, к сожалению, совсем немного вышла кампания, которые будут проводить работы. Скажите, пожалуйста, какими объемами вы собираетесь справляться в 2017 году? Ситуация такая. На самом деле провели предварительный отбор, составили реестр квалифицированных подрядных организаций, и непосредственно СМР, на сам капитальный ремонт вышло всего лишь 4, прошли точнее, 4 организации. Какими силами тогда все это будет решаться? Смотрите, что сделало министерство. Тут же объявили следующий отбор. Вчера закончился прием заявок. На сегодняшний день, даже на вчерашний день, получается 27 организаций на СМР, на проведение самого капремонта, и 13 организаций на лифты. Что касалось, почему отклоняли заявки, в основном были ошибки в заполнении форм, предоставлении информации. Я думаю, что один раз они прошли, на этом обожглись. Теперь в четверг или во вторник следующий мы проведем комиссию, и уже отберем новое количество подрядных организаций, дополнительные. И это нам позволит провести полностью, освоить те деньги, которые у нас есть, и отремонтировать темно-квартирные дома, которые перешли с прошлого года и предусмотрены планом на 2017 год. Вот, между прочим, хотелось бы спросить, мы обычно контролируем и говорим о тех подрядных организациях, которые отработали плохо, а есть такие, которым можно сказать спасибо? Да, и не просто можно сказать, действительно такие примеры есть. Я могу привести один из самых свежих примеров, это Сыктывдинский район. Жители этого муниципального образования написали ко мне в Центр ЖКХ контроль благодарственное письмо. Они сказали, что мы не знаем, кто самый главный отвечает за капитальные ремонты, но, пожалуйста, передайте спасибо. У нас регоператор самый лучший, провели капитальный ремонт, мы полностью довольны, выполнили все необходимые работы, мы их контролировали, все замечательно. То есть на самом деле есть и такие примеры, но в основном это касается того жилого фонда, в котором проживают жильцы с активной гражданской позицией, которым не все равно, на что тратятся их средства. Вы хотите сказать, что не только недоработки муниципалитета, но и как раз таки активность граждан помогает не только, получается, повысить собираемость, но и обеспечить качество выполняемых работ. И самое лучшее, это сарафанное радио на сегодняшний день. Елена, более того, я хочу сказать, что на сегодня законодательством определены все возможные права для собственников жилья, для того, чтобы они могли контролировать, куда уходят их средства. начиная от контроля компаний, которая только заходит на дом с работами, на всех стадиях и заканчивая приемкой этого дома. То есть на сегодня жильцы на всех стадиях имеют право, и я бы даже сказала, что они должны контролировать эти средства. И только таким образом они будут понимать, что дом ремонтируется так, как хочется им. К сожалению, время эфира так быстро пролетело, я даже не заметила. Тем не менее, у нас есть немножко времени, мы можем подвести, не то чтобы итог. Скажите, пожалуйста, с каким ресурсом вы выходите на следующий год, вот на этот 17-18, и сколько средств планируете собрать, что для этого делается? Смотрите, у нас, если взять собираемость взносов по годам, по состоянию на 1 января 2015 года 35% была собираемость. На 1 января 2016 года собираемость взносов была 43%. Кстати, у нас есть информация, которую мы можем представить на экране. По состоянию на 1 января 2017 года собираемость по взносам возросла до 60%. В принципе, это довольно-таки приличные результаты. Более того, скажу, если взять отдельно за 2016 год, то она составила 81%. То есть люди в 2016 году начали гасить предыдущие свои долги за 2014-2015 годы. Это, в основном, конечно, благодаря информационной политике изменилось. То есть мы так или иначе с вами встречаемся. Увеличение. Да. И стоит отметить, то что взыскание в судебном, досудебном порядке мы в прошлом году в досудебном порядке нам удалось, скажем так, привлечь или взыскать более 20 миллионов рублей. Да, это получается 20 целых и 20 миллионов, 290 тысяч рублей. Это хорошо. Дарья, скажите, пожалуйста, а чем может как раз-таки ЖКХ-контроль помочь в той же самой наполняемости бюджета на капитальный ремонт региона? Ну, я хочу сказать, что, наверное, самое главное, то, что мы продолжаем проводить очень активную информационную политику. Мы занимаемся правовым просвещением граждан и мы рассказываем им об их правах и об их обязанностях по содержанию жилья. И отдельно мы всегда останавливаемся на теме капремонта. Это первое. То есть если люди будут понимать, что в их руках капитальный ремонт их жилья, то, безусловно, тех проблем, с которыми мы сегодня сталкиваемся, наверное, будет гораздо меньше. Но самое еще, наверное, скажем так, если не главное, то первое, одно из первоочередных задач, это показ тех позитивных примеров капитального ремонта для того, чтобы работало вот то самое сарафанное радио, когда жильцы одного дома будут говорить другим, что у меня хорошо отремонтировали, платите взносы и вас будут хорошо ремонтировать. Для этого, конечно, очень важно подключать прессу, телевидение, для того, чтобы наши СМИ рассказывали о том, что есть хорошие примеры. Приглашайте, мы всегда готовы выехать на объект и посмотреть, где плохо и тем более, где хорошо. Вам огромное спасибо, благодарю вас за участие в нашей программе. Ну а завтра на телеканале Юрган программа «Детали дня. Личный прием». На ваши вопросы ответит первый заместитель министра промышленности, природных ресурсов и энергетики, транспорта Республики Коми Павел Шведкин, Роман. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин